здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами вячеслав котляров в харькове 10 часов 1 минута 25 11 2016 года в данном ролике мы с вами постараемся открыть очередную тайну что такое крепости звезды или города звезды вопрос интересный и однозначно на него будет непросто ответить также мы данном ролике попытаемся немножко приоткрыть завесу змеиных валов приятного просмотра приятного прослушивания что же из себя на самом деле представляют звездные крепости или можно сказать звездные города дело в том что как любая виртуальная реальность так и наш мир по сути не является исключением имеет своеобразную сетку что я имею ввиду сейчас поясню те кто играл компьютерные игры и играет и знает механику их прекрасно знает что в играх есть так называемые швы между локацией по себе скажу вот когда компьютер был очень слабый 2003 году у меня а игра мора винт довольно таки мощная для той системы было и переход между локациями и швами происходил очень болезненно игра подвисала сейчас машины сильнее переход мы не чувствую то есть персонаж спокойно идет но нет да и подвиснет да на доли доли секунд наша ячейка имеет точно такие же швы как я неоднократно говорил что в нашей ячейке есть много ячеек а в этих ячейках еще и чей строители прошлых времен прекрасно знали это и задача была построить город именно в ячейке ни в коем случае нельзя было строить город на пересечении на месте шва на месте сетки сейчас эти знания утрачены и города по сути строят как попало из-за этого в городах бывают разные аномалии но более древние города которые у нас сохранились и и современные города которые построены на более древних так сказать местонахождениях и на более древних территориях этих городов еще могут более менее как-то положительно существовать поэтому если в двух словах города звезд не только строились в ячейке но еще и должны были принимать форму этой соты отсюда и шестигранная форма ну знаете как вот привести пример вот если деталь не совсем подходит своему месту положению она визуально как бы входит в пазы но немножко крупнее то она через какое-то время эти пазы будут будет разбивать и расшатывать или наоборот деталь слишком маленькая и будет сама разбиваться в этих пазах а стены точно так же и города то есть древние архитекторы они знали сетку они знали четко где проходят швы и в этих ячейках которые они также знали они строили города шестиграней ну если в интернете покопаться может можно находить и другие формы визуально по большому счету мы видим всего лишь только останки городов а как они выглядели полной мере многим из нас остается только догадываться подводим черту города звезды или города крепости это точное местонахождение определенной ячейки это точное местонахождение ячейки в которой создавался данный город исключительно для того чтобы городу было благоприятно находиться в этой соте и максимально правильно процветать могу допустить что после озвучивания темы звездных городов обязательно появятся вопросы связанные с змеиным валом так называемым змеиным валом что это такое однозначно и стопроцентное объяснение функциональность данных сооружений я пока не могу озвучить но часть собственных наблюдений и размышлений я все же озвучить так как города звезды находились более маленькой ячейки скорее всего змеиный вал создавал контур более крупной ячейки кто-то скажет нет это прямая и нету продолжения шестигранной дальше формы ну ее продолжение нету шестигранной форме у нас в визуальном плане масштабах ячейки змеиный вал как раз может идти четко по шву нашей огромной соте нашей огромной локации еще предположу что змеиные валы были созданы нет для того чтобы обороняться а для того чтобы противостоять всемирным потопом да вы не ослышались именно всемирные потопы они потоп но я и ранее говорил что их было немало вот замечательные исследователи юрий тимовский в одном из роликов обратил внимание слушатели и зрители на то что даже за небольшой промежуток истории было колоссальное количество потопов там пусть им течение двухсот лет поэтому стихийные бедствия в кавычках стихийный потому что как правило все стихийные бедствия именно 98 процентов это дело рук человеческих или более высших цивилизаций так вот змеиный вал по моему наблюдению это своего рода преграда для воды ну кто-то скажет там высота у нее не настолько огромная чтобы можно было остановить воду но опять же мы не знаем досконально технологии древних и поэтому только можем догадываться о функциональности змеиных валов но я вижу все таки что определенную часть воды змеиные валы могли останавливать вот плюс ко всему это только мне могут строители подсказать это своего рода моем понимании фундамент был то есть из-за потопов предположительно из-за большого количества потопов почва земля могла быть разжижена расползаться а змеиные валы скорее всего служили своего рода такой сковка их сжатием то есть фундаментом можно сказать своего рода каркас своего рода корсет чтобы ничего не расползалось повторюсь насчет змеиных валов это всего лишь мое предположение стопроцентной функции я не могу их озвучить но все же предполагаю они были сделаны для того чтобы как можно спокойнее переживать потопы и наводнение мы не замечаем высокотехнологичных вещей которые изобретены относительно недавно и только вошли в нашу жизнь этим вещам мы даже уже успели привыкнуть и воспринимаем их как данность а что говорить о более высокотехнологичных вещах более древних которые дошли до нас по наследству из глубины веков нам как внушали и внушают что цивилизация совершается только эволюцией и что мы с наиболее примитивного пришли к высокотехнологическому процессу сегодня считается что человек стал во всех смыслах царем природы появлитель ресурсов пространства законным обладателем нашей ячейки соты нам постоянно говорят что цивилизация ныне находится на высшей ступени развития по сравнению с предыдущими эпохами но так ли это слово музей предположительно происходит от древнегреческого дом или храм мус от себя хочу уважаемые слушатели и зрители добавить что предположительно музей происходит от слова муза а муза происходит от слова мужа то есть он уже есть она она вдохновляет мужа на творчество и муж создает всевозможные достижения в разных отраслях бытует предположение что даже слово амазонки изначально произносилось как а мужонки а мужниные женщины но а мы как знаем приставка к альтернативе то есть амазонки это те которые без мужей а мужонки музонки муза это которые с мужьями поэтому я предполагаю что так как многие народы не в состоянии произносить букву ж они ее съедают и говорят букву з поэтому муза скорее всего мужа у него есть она которая дает ему вдохновление идем дальше понятие музей изначально обозначало коллекцию предметов экспонатов по искусству науки затем 18 веке она начала включать себе даже здания где располагались экспонаты появление огромного количества музея в так называемой европе именно на 18 век тогда утвердилась своеобразная мода на собрание коллекции экспонатов в одном месте напрашивается вопрос почему именно 18 веке так активно появлялись музеи современном смысле этого слова то есть здание которые собирали экспонаты показывали культуру разных веков почему все активно в 18 веке занимались коллекционированием и собирательством громаднейших коллекций предметов разных эпох что я могу сказать автор статьи выдвигает свое предположение я озвучу модель на которой жиждется моем понимании истина музеем в своем роде это одна из фальсификаций которая должна была нас убедить что цивилизация шла своим путем то есть я думаю что музеи специально создавались чтобы через какое-то время показывать нам что вот мы начинали с каменного века потом пришли бронзовый век железный ну смысл как бы пытаюсь передать там неважно последовательность но я всегда сообщал и буду сообщать даже в нашей ячейке во все времена цивилизации все жили на разных уровнях развития даже сейчас мы летаем на самолетах и на вертолетах а скажем так у берегов амазонии проживают племена которые не ни разу не соприкасались человечеством и во все времена всегда по соседству жили высокотехнологичные цивилизации и более примитивные народы дети примитивных народов мы сейчас можем наблюдать сплошь и рядом и повсеместно имеется в виду в эволюционном развитии потому что как я не раз подчеркнул есть дети неважно сколько ребенку 50 лет и 100 лет и если он не понимает что на данный момент полета в космос никаких не существует значит он ребенок либо деградированная личность которая очень сильно за зомбирована или просто биоробот биороботы не в состоянии принять истинную модель еще хочу сообщить вам про дарвина дело в том что как бы вы не ругали за его теорию и дарвин там в чем-то был прав среди нас и сейчас проживают люди которые произошли от обезьян то есть как я уже не раз говорил 200 лет назад в лаборатории были созданы адам и ева но их же как говорится не из воздуха создавали поймали пятикантропов неандертальцев вживили славяно-арийские геномы гены ну в частности ариев просто арии очень сильно доминирует как можно узнать ария ну карии как раз так глаза карии у ариев но не всех так как ген у арии очень мощный многие народы имеют карие глаза поэтому есть и сейчас и потомки великой расы и биороботы и зомби и тех кого из обезьян создали в лаборатории все легко проверяется задается вопрос сотовая земля как человек реагирует но как выяснилось правильно говорить находится ли за антарктическим кругом новые земли не рубить из плеча давайте человеку неделю месяц полгода вот и такие случаи бывают только через полгода многим людям дошло что это не плод моей фантазии если человек и уже через два года настаивает на том что земля маленькая кругленькая все его уже не спасти да и не нужно собственно но зачем первокласснику насильно давать знания за десятый класс пускай пройдет уроки первого класса при следующей реинкарнации пойдет во второй класс 3 4 и так далее то есть нам сложно тем кто понял истинную модель нашего мира воспринимать непонимание наших родных и близких заметьте самое интересное что у них получается многие вот когда вы пытаетесь своим знакомым и близким объяснить истинную модель ноги приходит в ярость вот я вам говорю уверен не школ теперь посыпется писем им комментариев слова ведь так и есть их начинает просто типать они выходят из себя начинают становить агрессивными а знаете что это происходит на самом деле вы с его души начинаете отрывать лярву вот эту пиявку которая присосалась и человеку больно его начинает плющить пиявочку нужно отрывать аккуратненько потихонечку это надо разработать не скорее всего целую методику как отрывать пиявки от человеческих душ на этом пожалуй все с вами был вячеслав котляров спасибо большое что слышали меня слушали меня всего вам доброго до новых встреч до свидания ай путник снимает марс а кто же снимает спутник наверно датка сад здравия как я уже говорил в ролике солнце на земле искал подборку видео ряда связанную солнцем наткнулся на онлайн солнца потом предположил что если есть онлайн солнце должен быть онлайн луны когда нашел онлайн луны думаю наверное марс должен быть на тот момент марса не нашел ну а сейчас вуаля пожалуйста марс ах да те кто не понимает что я прекрасно осознаю что это все фейк повторяю съемки так называемые марса и луны и солнца это все компьютерная графика это все большой обман и и и и и и Продолжение следует...